Начало второго. Я готовлю себе еду. Это первый прием пищи у меня только. У меня не было дома, ажиотажек и день нету вообще. Вообще на улице очень жарко, только пьется водичка. Ну когда жарко, правда, воды хочется. Вот пьем воду. Так, утречком у меня, рассказываю, кофе, одна чашка с молочком. Меня это очень насыщает. Отрезала грамм 15 творога, жирный творог. Грамм 15, не больше, просто на кончик ножа. И 10-12 маслин у меня было. Все. Если кто-то называет это завтраком, прекрасно. Я вас поздравляю, если у вас завтрак, это 15 грамм творога. Классный завтрак, правда? Меня эта еда насыщает. Если не хочется есть, зачем себя запихивать? Не надо. Но сейчас покажу, что я буду себе готовить. Я иду по улице и придумываю себе еду. Точно, у меня есть яблочки с червяками, домашние, натуральные. Смотрите, червивое яблочко, да? О! Вот это натурпродукт, белый налив. Так, сделаю себе блинчики с яблочками. Я не помню даже, когда делаю такие блинчики с яблочками. В том году, наверное, да? Ну, мучное я часто не ем, очень не часто ем, да? Конечно, буду готовить тесто. Значит, у меня одно яйцо. Я никого не буду учить делать вот эти блинчики с яблочками, да? Или с кабачками. Значит, добавлять сюда нужно что? Взбиваю вилкой яйцо. Добавлю муку. У меня пшеничная, цельнозерновая. Столовая ложка осталась. Уже пустой пакет надо купить. И житне обдерной борошна. Так, ну, я добавлю, возможно, немножко, какую-то часть столовой ложки еще ржаной муки. Ножик тарам-тарарам. Так, отруби обязательно, обязательно. Это просто фаворит у меня отруби. Ну, пару столовых ложек точно. И вот отруби будут понижать гликемический индекс вот этой правильной муки. Пшенично-цельнозерновой и ржаной. Классно. У меня все в рифму, да? Значит, сейчас взбиваю яйцо, добавляю отруби муку, добавляю заодно еще, сыроватка у меня вот, сода в пиалочке. Я чашки мою содой, только содой. Поэтому сода у меня всегда под рукой. Немножко соды добавлю. У кого какой кисломолочный продукт, все, никакого сахара сюда не добавляется. Отруби мука немножко разойдутся. Все, готовлю тесто. Все просматривается. Отруби полной две столовые ложки. Мука пшеничная, полная столовая ложка. Неполная столовая ложка ржаная мука. Сыроваточка здесь. И сода просматривается вот по центру. Все. Вилочкой все соединяю. Минут пять дам разойтись отрубям. Отруби разошлись. Вот так вот получилось, да? Погуще уже, правда? Сейчас нужно добавить яблочки. Я сейчас на терочке потру яблочки. Очистила яблок от кожуры. Там же червяк. Нужно аккуратней. Можно и с кожурой, если нет червячка. Пожалуйста. Это клетчатка. Это классно. Почему яблоки в последний момент? Последний момент и сразу на сковородку. Вот сейчас ставлю сначала сковородку. Сковородка разогревается. Я за секунду натираю яблочки. Почему в последний момент? Потому что яблоки пускают влагу, сок. И тесто будет жидкое. И нужно потом, возможно, даже добавлять муки. Поэтому по-быстрому на сковородочку уже с яблочками тесто. Вот маленький нюанс. Ну, какой правильный. Потерла 3 яблочка. 2 с кожурой. Одно без. У меня десертная ложка. И выкладываю на сковородку разогретую. Яблочное тесто десертной ложкой. Вот так выглядят блинчики на сковородке. В тесто можно добавить еще ванильку. Но у меня будет корица к яблочкам. Поэтому я не положила ванильку. Яблочное пленчика у меня будет на 2 раза. Смотрите. Классно, правда? Смотрите, какая порция, правда? Нормально. Все. Эти жарятся. Эти буду есть. Я один попробовала. Это так вкусно, мои хорошие. Кислинку дали яблочки. Это очень вкусно. Свежие яблочки. Вы уловили момент? Перед жаркой забрасывать яблочки. Тогда не расплывется тесто. Такой небольшой правильный нюанс. Значит, у меня корица. Я не вовнутрь положила корицу, не в тесто, а сверху. Вот в этой баночке. Я помол готовлю сама. Полочек. Ну вот корица у меня здесь. Чашечка. И домашний кефирчик из цельного молочка. Вот это у меня будет первый прием пищи. Вкусно? Как вы считаете? А полезно? Кстати, кальций очень хорошо усваивается из кефирчика. Да еще цельное молочко было. Да, классно? Мои хорошие, буду есть. Кефирчик свеженький. Я хочу только напомнить. Магазинный кефир, он скрепляет. Он долгоиграющий. А кефир свеженький, наоборот. Это послабливающий эффект. Если я захочу еще блинчик, яблочный, который на сковородочке, я возьму. Я возьму запросто. Ну все, буду есть. Кто со мной? Всем вкусного, сытного, разумного похудения. Здоровенький былы. Всем доброго дня, всем доброго времени суток, самому-самому шикарному, самому уважаемому сообществу. Физкульт, привет. Мои хорошие, я приветствую всех вас на своем YouTube-канале. Добро пожаловать, будем с вами общаться. Я приветствую всех вас со своей любимой кухоньки. Это моя приемная. Мы с вами общаемся. Мне здесь очень уютно, очень-очень комфортно с вами общаться конкретно, с моей приемной, с моей кухней. Мои хорошие, вчера у нас была интересная тема. Витаминчики сейчас продолжим. Но, 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 но. Значит, что я хочу сказать о себе конкретно. Вот я показываю даже свои тарелочки. Я стараюсь в каждом видео показывать свою еду. Вот вы увидели, допустим, мою еду, да? Я прибежала, было час дня, был уже обед, как бы по времени, да? И я приготовила себе еду. Ажиотажа у меня нету какого-то. Боже, час дня, я с утра ничего не ела. Да шо это за чашечка кофе? Да 15 грамм творожка. Не хотелось есть абсолютно. Я еще пляжничала 2 часа. Я не хотела есть. Но поела, в принципе, с аппетитом. Это хорошо, когда у человека есть аппетит. Я вам показала, напомнила, да? Вот такие блинчики мы с вами едим. Кто хочет постройнеть и кто хочет удерживать вес? Запросто. Здесь хорошие углеводы. Здесь углеводы, и потом я не ем много муки. Это не каждый день у меня мука. У меня не каждый день хлеб. Я ем редко такое. Это у меня просто праздничная еда. Да? Но есть у отруби. Вот тебе все равно понижают гликемический индекс вот этой самой-самой правильной муки, да, цельнозерновая. Мука и в Африке мука. Поэтому, если мука, то не переедаем. Не каждый день, да? Или даже, допустим, картошечка, да, когда картошку человек отварил и положил в холодильник и говорит, а ты что? Это же можно сделать полезную картошку, да? Вот этот крахмал станет резистентным. То есть только клетчатка, то есть еда будет для наших бактерий. Даже если вы положите картошечку в холодильник, это не значит, что это можно есть в большом количестве и каждый день. Нет. Это просто скорая помощь. Мы сделаем картошку полезную, да? Вот отварили на салат, допустим, картошку. Нам нужно сделать салатик ольве. Кстати, хочу на днях сделать салат ольве. Сделаю картошку в холодильник, этот крахмальчик, картошка, это же полисахарид, крахмал, и крахмал станет резистентным, полезным. То есть можно так тоже использовать, да? И вот что хочу сказать, то есть если мука, то не каждый день. Вот если я съела вот эти блинчики, я вам показала, больше ничего не ем мучного, никаких хлебцов, никакого хлеба, да мне уже не хочется. Я наелась уже и от трубей, и муки, от пуза наелась, да? Я еще взяла два блинчика себе со сковородки. Ну, я вам честно рассказываю. Кефир, одна чашка была. Так, точно так и картошка из холодильника. Это не значит, что ее можно есть каждый день и по несколько штук. Нет. Кто хочет постранять, следите за своими тарелками, потому что многие говорят, вот я питаюсь как ты, я не худею. Значит, вы много едите. Нужно меньше есть, чем Таня. Таня на удержании веса. Если Тане нужно сбросить вес, Таня быстро себе сделает калорий поменьше. Быстро сделаю. Просто я держу вес, 80 килограмм. Предел у меня. Канадская граница. И у меня это получается. Не было такого никогда. Вот факты. Я показываю весы. Ой, у меня 82, ребята. Там у меня 83. Я была на отдыхе, набрала вес. Не было у меня такого. Не было. Я настолько умею контролировать свой вес. То есть, держим себя в руках. Дружите с весами. И все станет ясно. Так, значит, о витаминчиках. Давайте продолжаем тему о витаминах. Хорошая тема. Так как мы с вами стройнеем, мы удерживаем вес, конечно, мы переживаем за свое здоровье. Кто-то скажет, ну, правильно, Таня, правильно. Вот нужно же принимать витамины. Сейчас просто такая агитация идет. Витамины, витамины, сейчас разные сайты, импортные, такое красивое. Витамин Д как-то сейчас начали так пропагандировать. С этим витаминчиком тоже аккуратней. А то там послушаешь некоторые фитюрчики, предлагают и 90, количество, чтобы было, цифра 90, или соточка, да, или больше соточки. Вы не балуйтесь с этим витаминчиком. 50-60, скажите спасибо и остановитесь, хватит. Перебор, это тоже не есть хорошо. Нет, так нельзя делать. То, что сейчас поднимают витамин Д, это не значит, возможно, что это правильно. Есть люди еще старой медицины, той, да, они против того, чтобы поднимать высоко, допустим, витамин Д. Профессор Громова, у нее витамин Д 54, и она выше не поднимает, поэтому если у кого-то 80-90 у меня, не хвалитесь, не хвалитесь, снижайте витамин Д, так нельзя. 50-60 и все, выше не надо, это очень плохо тоже. Но это я конкретно, потому что я иногда принимаю витамин Д и больше ничего и не принимаю. Никаких витаминов я не принимаю, абсолютно. Самое главное для меня питание. Вот сейчас у меня зеленая травка. Иногда уже не хочется, вообще я думаю, ты съешь, возьми, это полезно, это витамин. На меня даже раньше говорили витаминка. Знаете почему? Я много ела вот таких витамин, полезных. Перебирала, конечно, в количестве. Винограда много ела, яблок, потому что, что-то дурно уже. Хватит тебе этих витамин есть. Ну, то есть винограда килограммами. Такое было, да, витаминка. Моя одноклассница Таня говорила, мне все Таня. Все, все. Вот я буду разговаривать, и в день у меня будет 4-5 Таня. Все Тани. Таня сказала, я пошла Тани. Ну, то есть у меня вот так. Ну, давайте сейчас о витаминчиках, только так, издалека. Издалека я подхожу. Вроде бы издалека, хотя не издалека. Это все так близко, это рядом. Давайте о витаминчиках. Называю симптомы. Плохие зубки могут быть, ногтики, лосина не очень крепкая, выпадение волос, отечность, отеки, тусклая сухая кожа, ускоренное старение, потеря мышц, ближе к возрасту уже, ломкие косточки, даже плохая память. И у каждого, ну, у каждого есть хоть один симптом. И каждый подумает, точно, точно, у меня не хватает витамин, точно. Но не, тут-то было, люди, речь, знаете, в чем? У нас просто с вами тотальный дефицит белка. Мы едим с вами мало белка. Вот это симптомы нехватки белка. Мы едим с вами пельмени, покупаем какие-то блинчики, полуфабрикаты, покупают, покупают, я вижу как, кульками. Покупают сардельки, сосиски, ой, ты что, это хорошее, они подороже, это хорошее, это сардельки. Люди очень мало употребляют белка. И нужно помнить всем, белок не запасается. Вот жир как раз запасается, сахар запасается, он переходит запасной сахар, гликоген, а белок не запасается. У нас тотальный дефицит белка. У всех причем. Вот допустим, у меня 80 килограмм веса, значит я должна в день съедать приблизительно 80 грамм белка. На килограмм веса 1 грамм белка. Одна куриная грудка, допустим, куриная грудка, это 30 грамм белка. Я не съедаю куриную грудку. Я съедаю один биток, вот так разобью, не хватает. Что еще нужно добавить? Можно яйцо добавить, можно творог 100 грамм добавить, в день это, или какой-то йогурт, писомолочные продукты, молочный белок. Но не у каждого получается так. А нам нужно в день на килограмм веса 1 грамм белка. То есть у нас вообще идет тотальный дефицит белка. Белок это это. Белок это не только допустим ферментативные функции, ферменты. Из животного белка строятся ферменты поджелудочной железы, которые расщепляют Б, Ж, У. Белки, жиры, углеводы, ферменты. Паза, протеаза, амилаза. Вот строятся они животного белка. Не едим мясо, не едим животный белок, не едим творог, не едим яйца. Все. Нарушается работа ЖКТ. И мы переживаем. Ты посмотри. Это ж надо такое. Сейчас пойду как накуплю витамин каких-то, да, БАДом, как накуплю все заработает. Ничего не заработает. Транспорта нету. Транспорта. Животный белок это же не только ферменты поджелудочные. Животный белок оказывается это транспортная система. Транспорт. Это транспортеры. Если нету животного белка переносчика не будет. Вы будете принимать допустим химические препараты. Вам надо какой-то сложный препарат принять. Вы принимаете. Он не будет поступать у вас. Он будет в кишечник. Не в кровь, а вообще в кишечник выходить. Он я не ем мясо, я не ем творог. Это казеин. Ты что, это казеин вообще? Ты что, не знаешь? Тебе нутрициологи не рассказали? Ох, вот эти еще тоже. Это же казеин, я узнала. Я услышала у одного нутрициолога. Это казеин. Ты не знала, что это казеин? Казеин нельзя есть. Ты что? Вообще не ешь молочный белок? Мясо? Ты что, они гормонами кормят этих животных, птиц? Не ешь яйца? Они прохимиченные все. Не ешь ты это ничего. Никакого белка. И все. Транспорта не будет. Будете принимать какие-то экзотические фрукты, да? Конфетки сладкие, да? Или какие-то овощи очень вкусные, ваши витамины не будут поступать в кровь. Нету транспорта, нету транспортера, белка нету. Чтобы витамин, любой витамин, перенести из кишечника кровь, нужны белки транспортеры. И чтобы этот витамин конкретно дошел по крови до тех клеток, где он нужен, нужны белки крови, которые его будут нести. Чтобы конкретно этот витамин заработал, его нужно встроить фермент, фермент который тоже белок. И как сделать так, чтобы витамины были эффективны? Можно принимать витамины? Во всех вариантах, продукты, аптечный человек принимает витамины, но как сделать так, чтобы этот витамин был эффективный? Не важно, что вы принимаете, клубничку, малинку, или какие-то витамины купили. витамины нужны, чтобы ферменты в крови работали, а ферменты нужны для ускорения химических процессов. Ферменты не только пищеварительной системы, я уже сказала В, Ж, У, но и ферменты, которые находятся во всех клетках. Без ферментов, без витаминчиков, весь наш организм просто заглохнет. Апахала взяла. Даже если мы с вами будем закидывать в себя тонну, тонну витамин, ты что на сайте? Бады классные, акции, ящик купила, смотрите, у меня одни витамины, а вот у меня бады, а вот еще витамины классные, да? Даже если мы с вами будем закидывать в себя, повторяю, тонну витаминчиков, бадов, фруктов каких-то, да, экзотических, да, без ферментов, без белка эти витамины эффективны не будут. И про такие правила нам никто никогда не рассказывает. Мы приходим к речу, вам говорят, вы должны принимать витамин Д, он низкий у вас. Вам жиры нельзя ни в коем случае. Вам жиры нельзя. А как же витамин Д будет усваиваться? Вам же доктор сказал жить на обезжирке. У вас же стол номер пять, а? А витамин жирорастворимый гормон. Гормон это стероидный гормон, даже не витамин. Очень серьезная штука витамин Д. Или допустим те же витамины А, Е, К, К2 это жирорастворимые витамины. Вам нужны жиры. Принимаете вот эти витамины вместе с жирами? А вам сказал доктор не принимая жиры. А? Вы только посмотрите какая цепочка, куда вас заводят в лес. Или допустим витамин С, немедленно витамин С. Да, лимон тоже можно. Вы что, не понимаете? Лимон на самой низкой позиции. На самой низкой позиции лимончик, да? Вы возьмите шиповник. Если аскорбин аптечный имеет одну форму витамина С, одна форма и не самая лучшая, то шиповник имеет 6 форм витамина С. Природная форма. представляете, какая это мощь? Зачем покупать аптечные препараты, а? Или то же самое витамин Е. Если в природе 8 форм витамина Е, то аптечная форма одна и тоже не самая лучшая. Поэтому если у вас не будет хватать ферментов, ферменты поджелудочной железы, они строятся из животного белка, вы же белок не едите. Все, витамины не усваиваются. Не только витамины, и любые препараты не будут усваиваться. Допустим, витамины, как куркума, вот говорят, куркума это полезное, это лекарство, мумио, вообще относятся к БАДам. И вот эти препараты, они не вылечили никого ни от одного заболевания. Если мы берем и сравниваем, допустим, витамины и БАДы, то витамин от растительной допустим формы, да, от БАДов, очень-очень существенно отличается. Витамин работает конкретно, когда у вас будет конкретный дефицит чего-то. Вот у человека авитаминоз, цинга, и человеку конкретно нужен витамин С. все сразу будет видно, симптом налицо, да, и только тогда начинает работать витамин С. Если у человека рахит, ему прописывают, что витамин Д, это работает. У человека деформация кости, допустим. И вот очень часто, особенно сейчас, к витаминам, к минералам, вот как вы относитесь, мне писали, к каким-то минералам, я уже точно не помню, каким, да, относится конкретно к каким-то волшебным эликсирам. У человека плохая кожа, да, ну где-то повысыпалось что-то. Ты что, тебе не хватает вот этого витамина, минерал тебе нужно принимать, или там еще что-то, да, медная система у кого-то что-то, да, немедленно вот этот витамин тебе нужно принимать. Волосы выпадают, у тебя не хватает вот этого витамина. Получается, что здоровому человеку нужно просто горстями принимать витамины, или не нужно принимать, а? Интересно. Витамин нужно не так уже много. Мы витамины должны получать конкретно с пищей. И некоторые витамины вырабатывает кишечник, микрофлора. Кажется, 4 витамина. Витамины не будут работать без белка. Мы едим с вами очень мало белка. Не хватает ферментов, не с чем работать. Белка нету, ферментов не хватает. Вот, допустим, чтобы получить из пищи, допустим, витамин А и В12, фолиевая кислота, нужно съедать всего лишь, всего лишь, это приблизительно район 30 грамм печени. Печеночку мы готовим куриная, индюшиная, говядина. Положили в морозильную камеру, заморозили приготовленную печеночку и съедайте по 30 грамм. По 30 грамм в день. Это дневная норма В12 и витамина А. Допустим, баночка печени трески. Это 100 грамм. Умолола баночку, потом два пальца в рот. Ой, мне так страшнило, непонятно. Может, не свежая печень? Это перебор нутриентов. Это интоксикация. В 100 граммах печени трески, там 4000 микрограмм витамина А. А дневная норма где-то до 900. Мы съели в 4 раза больше, чем дневная норма. Мы перебрали в нутриентах витамине. Поэтому стошнило. Интоксикация. Поэтому мы должны аккуратно относиться к этому. Если мы принимаем пищу, то мы должны понимать. Вообще недельная норма, недельная норма по витаминам печень, которую мы готовим, печеночка, да, печеночка, это 230 грамм. Недельная норма, люди, всего лишь. И если мы с вами не употребляем белок, то симптомы точно такие, какой бы не хватает витамина. Я уже не буду повторяться, да. И простуда, и раздражительность, и проблемы с печенью, и проблемы с поджелудочной железой тоже. Запоминаем, жирорастворимые витамины А, Е, К, К2 имеют способность накапливаться в печени. Витамины С, В не накапливаются в организме. И этими витаминами С и В вряд ли человек может отравиться. Вот из-за этого назначают даже большие такие дозы витамин. Вот эти вот дозы взлетают просто до небес. Это не значит, что это очень хорошо. Я принимаю много витамин. Так как витамины выводятся конкретно мочой, значит, с ними работают какой орган? Почки. Витамин С может способствовать образованию камней в почках. Вместе с витаминами выводится, уходит водичка, вода. Так как почки не могут выводить витамины, допустим, в сухом виде. Нормальный прием, нормальная доза витамин, допустим, да? Вот витамин С. Человек принимает нормальную дозу. Витамины усваиваются не полностью, сто процентов. Витамины усваиваются только на семьдесят процентов. А если вы принимаете такую большую дозу витамина, да, ой, классно, я принимаю увеличенную дозу, то тогда витамины еще меньше усваиваются. Они усваиваются только на пятьдесят процентов. Поэтому нет никакого смысла принимать большие дозы витамин. Иногда, чтобы витамин перебрался из кишечника в кровь, значит, пользуются транспортерами, теми же транспортерами, что и глюкоза. Эти белки-переносчики работают, как паромчики. Если взяли на борт молекулу, они должны ее перенести, прежде чем взять другую молекулу. Эти паромчики намного, транспортеры паромчики, эти паромчики намного больше любят сахар, чем витамины. Сахар. Если вы съели сахар с витаминчиком, да, то паромчики переносят сначала сахар, а витамин останется у вас на бережку. Он выйдет по кишке полностью из организма. Витамины с сахаром вообще бессмысленно принимать. Мало транспорта. На паромчик попадет в первую очередь сахар. Сахар вообще с витаминами плохая идея. Не важно, что вы едите. Допустим, вы берете кусочек лимончика, взяли сахарок, классно. Я, допустим, ем витамин С, немножко сахарку. Нет, витамин выйдет. Сахарок попадает на паромчик. Усваивается сахар, глюкоза. А витамин будет усваиваться намного хуже. Вот по этой логике витамины из овощей будут усваиваться лучше, чем из фруктов. А витамины из зелени сразу идут в вашу кровь. Поэтому я сейчас много ем зелени. Большие пучки. Витамины из зелени сразу попадают в кровь. Лучше употреблять витамины из овощей. А вот витаминчики из бананчика, апельсинчик, сладость, виноград. Так уже не получится. Потом есть небольшими дозами. Не перегружать систему паромчиков. Логично делить, допустим, большую капсулу на три части. Но не капсулу делить, а покупать дозу меньше. То есть не тысячу миллиграмм, допустим, каких-то, а по 300, 300, 300. Не нагружать систему. Не сразу съедать 300 грамм смородины, а по 100 грамм. Понятно, да? И что еще можно добавить? Можно добавить, что дополнительные добавочки различные. Поливитамины добавляют туда различные тонизирующие вещества. Так что будьте осторожны. Могут вызвать даже и давление, тахикардия, потливость. Ну то есть с этими препаратами нужно быть очень-очень осторожными. С добавочками различными. А природные на здоровье. Подводим итоги. Значит так, чтобы витамины работали, уясняем на всю жизнь. Это закон, закон здоровья. Чтобы витамины работали, нужно есть достаточное количество белка. Без белка витамины бесполезны. Без белка витамины бесполезны. Нужно соблюдать дозы, потому что можно получить отравление. Накапливаются в печени жирорастворимые витамины. Токсично получается очень. Не есть витамины в комбинации с сахаром. О, малинка перетертая с сахаром. Помните, как раньше делали? Малину перетирали с сахаром. Кило на кило. О каких витаминах может быть речь? Да, ну так делали. У нас не было раньше морозильных камер, не было таких холодильников. Потом делить суточную дозу, допустим, на несколько маленьких доз и принимать сразу тысячу, да, тысяча. Вот, кстати, я покупала глицин и я покупала большую дозу тысяча. Оказывается, нет, люди. Нужно покупать триста, триста, триста. Три раза принимаем по триста, но не сразу. Бац! И бахнули тысячу. Оказывается, нет. Ну и потом желательно витамины, вот даже советую, да, пить в первой половине дня, чтобы не влияли, не влияли на сон. Может быть, кому-то влияют на сон витамины, да, такое тоже есть. Подбирать нужно витаминчики, да, бестонизирующих каких-то добавочек, чтобы не заработать себе давление, тахикардию, ну то есть какие-то симптомы такие нехорошие, да. И вот эти правила, они универсальны для всех витамин, для всех. И синтетических, и натуральных, для овощей и для фруктов. Передоза не должно быть. Небольшими частями, если фрукты небольшими частями, если овощи, то же самое. Зелень, витамины из зелени поступают сразу в кровь. Понятно? Классно. Все, мы с вами сегодня поговорили о витаминах. Хорошая, интересная информация. Так что думайте, кто какие хотите, такие принимайте витамины. Все в ваших руках. Мы себе сами и доктора, и премьер-министры. Мои хорошие, всем большое спасибо за просмотр моих видео, большое спасибо за общение, за комментарии и, конечно, за лайки. Всем большое спасибо. Всем до встречи. Дальше будет.